Добро пожаловать на лекцию про офис 365, который уже даже не называется офис 365, а его переименовали 20 апреля на microsoft 365. Мы на этой лекции поговорим, что включает в себя подписка на microsoft 365 для одного человека или для семьи. Кроме семейного пакета у нас также есть бизнес-пакет для маленьких организаций. Об этом бизнес-пакете мы будем говорить на следующих лекциях. На этой лекции я хочу вам рассказать только про семейный пакет от 1 до 6 человек. Вот что в себя включает бизнес-пакеты и чем они отличаются, я вам расскажу только на следующей отдельной лекции, потому что мы не хотим делать длинные лекции. Эти бизнес-пакеты, кстати, это до 300 сотрудников. Если у меня более 300 сотрудников организации, мне уже нужны enterprise пакеты, подписки. И подписка enterprise включает в себя не только возможность добавить более 300 сотрудников, а также добавочные фичеры, добавочные плюшки и припамбасы. Но об этом все мы будем говорить на остальных других лекциях. Сейчас я хочу сосредоточиться, что вообще включает в себя базисный личный аккаунт. И что дает подписка для семьи и как можно одноразово купить такую подписку, а не каждый месяц платить Microsoft деньги. Microsoft нам здесь предлагает либо подписаться на семейный пакет, на семейную подписку, либо для одного человека. Для одного человека это будет 70 долларов за год махом или если я хочу платить помесячно, а не за год заранее, то по 7 долларов. Заметьте, есть скидка. Если я плачу махом за год, я плачу только 10 платежей за 10 месяцев, а еще 2 месяца получаю бесплатно, то есть у меня как бы скидка. Если я плачу помесячно 7 долларов, то у меня не получается той скидки на 2 месяца бесплатных. Короче Microsoft хотят, чтобы мы махом заплатили за весь год вперед, чтобы мы не могли отказаться в середине года от подписки, потому что мы уже за нее заплатили. Если мы будем помесячно платить, то мы сможем там через полгода перестать платить и отказаться от подписки. Кстати подписка дает мне не только программное обеспечение, а еще 1 терабайт, не гигабайт, а терабайт в облаке, который синхронизируется на мой компьютер, в мои локальные папки. То есть у меня есть папки на жестком диске, которые синхронизируются с облаком, а это облако синхронизируется уже с другими моими девайсами, с моими другими устройствами. У меня получается, что не важно где я открою документ, он автоматом просинхронизируется на все мои устройства и еще его копия останется в облаке. И даже если какой-то хакер там взломает мой компьютер и зашифрует мне все файлы и попросит выкуп за расшифрование их, то у меня будет копия, предыдущая версия в облаке. И конечно это потрясающе. Короче, Microsoft за подписку дает мне не только само программное обеспечение, а еще терабайт в облаке, которые синхронизируют все мои устройства. И я могу установить все приложения и пользоваться этой подпиской с пяти компьютеров. То есть у меня может быть ноутбук, у меня может быть планшет и все мои устройства будут синхронизированы через этот OneDrive. Видите, это такое облачко в иконках, вы его будете часто видеть, потому что Microsoft его пытаются всем продать. Почему? Потому что они хотят каждый месяц получать от нас деньги до конца нашей жизни, потому что мы сядем на подписку и будем пожизненно им платить. И мы получим не только приложение, а еще облачное хранилище. Давайте посмотрим, какие приложения включают в себя в офис. Заметьте, это офис с подпиской. Первое приложение это Word. Печатать документы, он исправляет ошибки, можно вставлять фотографии. Это документы, редактор для документов. Word, я думаю, вы все знаете, он уже существует более 30 лет. Также Excel. Excel это напоминает мне тетрадку по математике, все в клеточках. Там цифры, формулы и это удобная программа для подсчета денег, графов и бухгалтера любят этим пользоваться. Короче, это по математике, по деньгам, по цифрам. Далее у нас есть PowerPoint. Слайды делать, презентации делать. В эти презентации можно делать анимации и все очень красиво. Следующее это OneNote. Это тетрадка, в которой мы можем собирать информацию с разных источников. Мы можем туда вставить документы с Word, какие-то тексты с сайтов, копипестить куски сайтов. Мы можем куски Excel. То есть он прямо выглядит как тетрадка. Я лично этим часто пользуюсь, когда я готовлю материал для лекции. Я собираю весь материал в эту тетрадку и у меня тетрадка поделена по темам, по лекциям. Очень-очень удобно. И следующая, самая важная программа, которой я больше всего пользуюсь, это Outlook. Outlook, он супер удобный для писем и календаря. То есть в нем есть письма, календарь, даже задачи там есть. Я использую его для назначения встреч и все письма у меня уходят и приходят через Outlook. Заметьте, это Outlook, который установлен у меня на компьютере. Также есть Outlook Online. То есть у него должна быть серверная часть. И об этом мы поговорим, когда мы дойдем до бизнеса, до бизнес аккаунтов. Сейчас мы говорим про приложение. Облако. Мы сказали, что это OneDrive. Это вот это вот облачное хранилище на 1 терабайт. Не путайте с гигабайтом. Это 1000 гигабайт. Это терабайт. Это очень много для хранения документов. Я не знаю, сколько документов надо, чтобы 1 терабайт заполнить. Там можно и фотографии сохранять и все, что хотите. Терабайт – это большое хранилище. Можно иду купить еще место. И скайп. Да, Microsoft купили скайп. И теперь скайп – это часть от его премиум пакета. И это все Microsoft нам дают установить не только на компьютер все эти приложения, а у них есть также версия для планшетов. То есть я могу его установить на macOS. Я его могу установить на Android. Я могу установить его на телефон. Это что-то, что Microsoft сделали пару лет назад. Возможность устанавливать их программы не только на Windows, а на другие операционные системы. Потому что Microsoft хотят, чтобы мы жили в их облаке. Все данные были у них в их облаке. И мы пожизненно платили им за подписку. И поэтому они решили сделать акцент на облако, которое поддерживается всеми устройствами. Но я вам расскажу здесь внизу. Есть возможность купить за одноразовую плату, один раз заплатить 149 долларов и получить все те же приложения без облака. То есть у нас есть возможность, у нас существует возможность сделать one-time purchase, одноразовую покупку и купить за 150 долларов все приложения, все их программы и не платить каждый год по 70 долларов. Это намного выгодней. Эта одноразовая покупка, она тоже для только одного человека, для одного компьютера. Но в отличие от подписки, у этой одноразовой покупки нет возможности использовать облако Microsoft. Вот этот вот OneDrive, эта синхронизация, она недоступна. Это просто ты один раз покупаешь все программы, используешь их пожизненно. Ты не получаешь новую версию и ты не получаешь облако. И есть возможность установить только на один компьютер, а не на пять компьютеров. Кстати, что ты получаешь? Ты получаешь только Word, Excel и OneNote без версии Premium. Что значит Premium? Premium – это прибамбасы, например, там модуль денег, модуль money в Excel. Считается такой Premium фишка. Далее мы не получаем OneDrive Cloud Storage, то есть вот этот вот терабайт, который я получал для каждого члена семьи. Что Cobalt啊 и и Продолжение следует...